Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Никак не могут успокоиться. Сказать одно видео, мне кажется, оно принципиально важное. Мне кажется, что мы недостаточно жестко и внимательно к этому относимся. Давайте посмотрим. Около полутора миллиардов евро доходов от реинвестирования российских активов будут доступны уже в июле. 90% из них пойдут на оборону, 10% на восстановление. И позже, на этой неделе, на саммите G7, мы обсудим, как Украина может быстрее и в большем объеме использовать доходы от российских замороженных активов. Мы всегда говорили, мои друзья, мы всегда говорили, что Россия должна нести ответственность за свои преступления. И сейчас мы делаем все для того, чтобы Россия заплатила. Я переведу на русский язык, что это значит. Во-первых, кто эта тварь, чтобы выносить решение о том, что виновата Россия, не виновата и какие преступления она совершала. Она не возглавляет никакую международную юридическую организацию, которая есть полномочия принимать решение и объявлять виновность или виновность к какой-либо стороне. Она не имеет таких полномочий. Это ничтожество. Только что заявила о том, что своровала деньги российских налогоплательщиков, потому что всё, что генерирует, доходы, которые генерируют деньги российскому налогоплательщиков, должны принадлежать им. Не находясь с нами в состоянии войны формально, они на основании каких-то собственных решений своровали наши деньги. Это рисковать то, что им не принадлежит. Напомню, мы не давали деньги ЕС. Деньги находились в финансовых институтах, которые формально не имеют никакого отношения к ЕС. У нас нет договора, где было подписано, Российская Федерация и Евросоюз в лице Урсула Фонда Рляйн берут на себя определённые обязательства по поводу определённых фондов. Этого нигде нет. У нас нет формулировки, что было бы написано. Эти споры, которые возникают по этим деньгам, разрешаются благодаря комиссии, которую возглавляет Урсула Фонда Рляйн. То есть то, что она сделала, это акт классического воровства. Но мало этого, это деньги, которые направляются нацистской украинской власти, о которой сегодня было сказано руководителям российских спецслужб, что напрямую установлено, что теракт в Крокусе был совершён по заказу и при участии украинских спецслужб. То есть деньги, которые сворованы, будут направлены на поддержание террористической активности украно-нацистского режима. Это обозначает, что лично Урсула Фонда Рляйна, возглавляемая ею абсолютно противозаконная структура, являются спонсорами терроризма и людьми, которые своровали наши деньги. Поэтому они должны отвечать за это и в личном качестве. И я считаю, что должен быть выписан ордер на арест Урсулы Фонда Рляйна. И хорошо бы структурами БРИКС или ШОС, чтобы её преследовали во всех странах, входящих в эти объединения. И мало это обозначает, что все активы, имеющие хоть какое-то отношение к ЕС, генерирующие доходы, должны быть подвергнуты, соответственно, такого же рода воздействию. Мы не должны сделать вид, что ничего не произошло. Вот и здесь, я считаю, мы должны идти как раз по уровню эскалации, при этом поражая в имущественных правах компании. И мало этого, мы должны вызвать представителей Евросоюза, и вежливо говоря ему объявить его персоной инонграта, и отказаться признавать Евросоюз как таковой. Перейти, как мы многократно говорили, на систему дипломатических отношений со странами. Я вообще не понимаю, почему мы признаем это невнятное, воровское, преступное, тоталитарное объединение, не имеющее никакого отношения к воле народов Европы. Почему вообще эта воровская структура находится в России? У меня на это никакого ответа нет. ОМТВЮА про Головне. Выводы делайте сами. Историческая рифма. В ночь с 13 по 14 июня 1941 года в Латвии, в Литве, Эстонии, в странах, которые были недавно оккупированы Советским Союзом, началась массовая депортация целыми семьями людей в Сибирь. Депортация проводилась в соответствии с постановлением ЦК ВКПБ и Совнаркома СССР от 16 мая 1941 года о мероприятиях по очистке Литовской, Латвийской и Эстонской СССР от антисоветского уголовного и социально опасного элемента. Это был акт геноцида, безусловно, потому что, ну, эта депортация проводилась насильственно, депортация проводилась исключительно по, так сказать, территориально-национальному признаку. Фактически, ну, действительно, большое количество людей погибло. Это трагедия трех народов стран Балтии. Она до сих пор очень прочно отпечаталась в исторической памяти, и поэтому завтрашний день, 14 июня, это день национального траура для Эстонии, Латвии и Литвы. Вот такая вот историческая рифма. Ну, начну с хороших новостей. Их несколько стран Большой Семерки предварительно договорились о предоставлении Украине кредитов 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года. То есть, это решение будет окончательно принято вот на том, на 50-м юбилейном саммите Большой Семерки, который начался, начинается сегодня и будет проходить два дня. Сегодня, завтра и послезавтра в Италии. Значит, это решение анонсировано было Макроном. Ну, вернее, скажем так, представителем Макрона. Ну, и, скорее всего, это решение будет принято. Речь идет о кредите в 50 миллиардов евро, который Украина получит сразу, весь, всю сумму. А погашаться этот кредит будет за счет прибыли от замороженных российских активов. Единственное, как утверждает представитель французского президента, единственное препятствие, которое находится на пути этого решения, это Виктор Орбан, который в данном случае выступает против такого решения. Он не входит, естественно, в Семерку, но, тем не менее, может вставлять палки в колеса. Вот. Это не единственный вопрос, по поводу которого Орбан становится препятствием для помощи Украины. Но будем надеяться, что все-таки Семерка сможет. Дескать, то, что Запад уже видит в Крыму и на Донбассе, нужно перенести на приграничные с Харьковом российские регионы. Речь про удары крылатыми ракетами «Скальп», «Стормшэдоу» и «Атаканс». К югу от Крыма, причем сутками пролет, висят американские беспилотники-разведчики «Арк Ю-4» «Глобал Хоп». Чем они там занимаются? Секрет Палишинеля. А значит, их уничтожение – это вопрос нашей национальной безопасности. На вопрос, а что произойдет, если российский истребитель будет сбит западным оружием в российском воздушном пространстве председатель комитета обороны Бундестага в Германии Мария Агнес-Страк. Циммерман ответила так. Это означает только одно – у России будет на один самолет меньше.